Здравствуйте друзья! Сегодня я затрону вопросы электропитания и расскажу про свое последнее приобретение удлинитель Xiaomi CX-B6 на 6 универсальных розеток и 3 USB порта. Несмотря на большое количество стенных розеток, в местах концентрации гаджетов их все равно не хватает и тогда на помощь приходят решения, подобные тому, про которые я сегодня вам и расскажу. Сначала немножко истории. Лично для меня это уже далеко не первый удлинитель от Xiaomi. Первым был классический вариант на 3 универсальные розетки и 3 USB порта. Ссылки на все гаджеты, про которые я буду рассказывать, будут внизу этого видео. Сейчас он трудится на кухне, обеспечивая питание холодильнику, мультиварке и одной из IP-камер системы умного дома Xiaomi. Еще планируется установка второй инфракрасной базы Xiaomi, для чего пригодится один из двух свободных USB портов. Второй аналогичный удлинитель, купленный буквально пару месяцев назад, нашел свое применение в одной из детских комнат, питая увлажнитель воздуха и через USB заряжая светильник-ночник. Также, с лета прошлого года у меня трудится умный удлинитель Xiaomi Smart Power Strip, с которого собственно и началось мое знакомство с системой умного дома Xiaomi. Кроме удаленного управления, этот удлинитель имеет полезную функцию мониторинга электропотребления и ведет статистику с момента установки. В моем случае он обеспечивает питанием главный телевизор, Android Box, роутер и 5-портовый свитч, а также 5-портовый USB блок питания Blitzwolf BVS1. Также, стоит упомянуть, похожий на первый вариант удлинитель, но без USB, просто на 5 розеток, который также решил острую проблему нехватки розеток, обеспечивая питанием два ноутбука, настольную лампу и внешнее хранилище данных. Неохваченным оставалось только рабочее место старшего сына, где работал в небольшой зоопарке стройников и USB блоков питания. Пока я собирался с мыслями, что же туда поставить, те решения, что у меня были, не подходили, мне нужно было 4-5 розеток и не менее 3-х USB. Как раз и появился в продаже герой моего обзора. Поставляется удлинитель в привычной для продукции Xiaomi белой картонной коробке с полиграфией, выполненной в градациях серого. Как видно по фотографии, это некий гибрид из записанных выше удлинителей, имеющий 6 универсальных розеток и 3 USB порта, полностью отвечающие моим требованиям. На задней стороне коробки указаны основные характеристики. Кабель, длина 1,8 метра, вилка китайская. Максимальная мощность 2500 Вт, но не более 10 Ампер. Мощность USB портов 2,1 Ампера, но суммарно не более 15 Вт на все 3 порта. Удлинитель имеет на борту 6 универсальных розеток по 220 Вольт, поддерживающих подключение вилок следующих типов. Это тип А, двухконтактная плоская вилка, так называемая американская вилка. Тип С, также известны типы Е, F, CE717 и т.д. Это разновидности двухконтактных вилок с круглыми штырями, которые наиболее распространены на просторах бывшего союза. Отличия в основном в диаметрах штырей и в самой форме вилки. Тип И, также известны как С, НЗС, 3112, CPCS, CCC. Это вилки с тремя плоскими контактами-ножами, установленные под углом 30 градусов к вертикали, с номинальным расстоянием между ними 13,7 мм. Такие вилки используются в Австралии, Новой Зеландии, в Китае, только длина контактов там на 1 мм больше, чем в Австралии. Также такими вилками пользуются американские производители электроприборов Hubbell Eagle. Это тип И, что полностью соответствует австралийскому стандарту. По расположению розеток, два ряда по три розетки, он похож на Wi-Fi Smart удлинитель. Отличие в том, что у героя обзора оба ряда розеток поддерживают установку вилок тип И, тогда как у умного удлинителя второй ряд розеток половинчатый. Также в обозреваемом удлинителе имеется еще один ряд, в котором находится выключатель питания и три USB порта. Сравнительный масштаб рядом с удлинителем на 5 розеток. Длина кабеля 1,8 м, комплектная вилка тройная китайская CPCS на 250 Вольт 10 Ампер. Для разборки удлинителя необходимо снять 4 резиновые заглушки, которые скрывают головки саморезов и открутить саморезы по краям устройства. Дальше при помощи старой кредитки, медиатора или пластиковой лопатки подцепить край крышки и последовательно отщелкнуть защелки по периметру устройства. Первое, что бросается в глаза, это качественный монтаж и широкие медные шины на силовые розетки. Управление включением-выключением организовано при помощи реле SRD-S124DM. Блок питания на 5 Вольт для USB имеет довольно плотный монтаж и жестко связан с силовой частью, более полная разборка затруднена. Также следует отметить, что при пропадании внешнего питания и появлении его вновь удлинитель сам не включается, необходимо ручное включение. Так как удлинитель планируется использовать с настенной евророзеткой, то китайская вилка была заменена на заранее купленную в Леруа Мерлен евровилку. Сразу хочу посоветовать выбирать угловую вилку, где провод будет располагаться параллельно стене, так удобнее. Также могу дать совет, не обрезать вилку под корень, а потом сворачивать ненужный кабель кольцами. Лучше обрезать по месту, оставив небольшой запас. Оставшаяся часть кабеля с заводской вилкой вполне может пригодиться. Например, в моем случае осталось более полуметра кабеля с вилкой, который я установил на бойлер, вместо кабеля с евровилкой, так как бойлер у меня управляется смарт-розеткой Xiaomi, об этом я рассказывал в одном из своих обзоров. Такая замена не только сделала соединение более компактным, но и дала возможность задействовать третий контакт, заземление. В этой розетке у меня есть заземление, что очень важно для бойлера. Тест USB портов. Напоследок осталось провести нагрузочное тестирование USB портов. Заявленный ток в 2 Ампера на одном порту держится стабильно, напряжение без существенной просадки. Заявленные суммарные 15 Вт на портах также соответствуют действительности, даже с небольшим запасом. На фото почти 17 Вт, но это предел. Если поднять ток выше, срабатывает защита. Удлинитель отлично пришелся к месту, заменив пару тройников и избыточный 6-ти портовый блок питания с USB. Кроме этого, мне весьма пригодился лишний отрезок качественного силового кабеля с тройной вилкой тип И, для подключения к управляемой розетке Xiaomi с сохранением заземления. Всем спасибо за то, что смотрели мой обзор. Буду рад, если вы подпишетесь на мой канал. Ставьте лайки. До свидания. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok